Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Михаил Козлов, экс-психолог Дома 2 и к тому же еще не разведенный с женой, решил попытать свое счастье на проекте. Еще на лобном месте мужчина признался, что ищет ни глупую девушку не моложе 30 лет. И хотя конкретных симпатий Михаил не выразил, фолловеры догадались, его выбор может пасть на Ольгу Рапунцель. Ни для кого не секрет, в недалеком прошлом Козлов едва не разрушил романтические отношения Оли и Димы, которые тогда еще не состояли в браке. На камеру психолог и участница Дома 2 открыто флиртовали, осыпая друг друга комплиментами, а вот кулуарно и вовсе близко общались. И речь не только о разговорах по душам. Зрители отметили, приход Козлова на проект может разрушить брак Димы и Оли, и сам Дмитренко об этом догадывается. Не успел Михаил перешагнуть порог реалити-шоу, как перепуганный Дима увез семью во Владивосток. На поляне появилась Татьяна Владимировна Африкантова, который помог поселиться в вип-доме, почему-то не зять Роман Капаклы, а Иосиф Аганесян. Африкантова очень рада, что на проекте все больше людей старшего возраста и угощению от Ромы и Букету. Александра Черно сообщает, что на днях в периметре появится ее младшая сестра, у которой много возрастных подростковых проблем, и решать их будут на телестройке. Анастасия Иванова просит больше не спрашивать ее об Алексее Кудряшове, который вернулся в объятия Анастасии Болинской. Чуть позже пост об измене Леши Иванова убрала. В сети выяснили, что пришедший к Анастасии Стецевят, Кирилл Широков уже был на шоу «Пламя любви», где делал предложение своей девушке, и она ему отказала. Прокол в службе кастинга или запланированный ход в поисках любви от новичка. Стецевят тоже любительница ходить по шоу. Андрей Черкасов решил воплотить в жизнь мечту любимой жены Кристины, увидеть столицы Франции и Великобритании. В день рождения Кристины пара приземлилась в Париже, а через пару дней отправится в Лондон. Александра Черно мечтает привести себя в порядок и, наконец, похудеть. Впрочем, пока сбросить лишние килограммы девушке не удается, а вот подкорректировать внешность вполне. До недавнего времени Александра обходилась фотошопом, однако на этот раз решила попробовать более радикальные меры. Впервые за свою жизнь Черно увеличила губы, о чем сразу же сообщила в своем инстаграм. К слову, во время перезагрузки Саша уже пыталась подправить форму губ. Вот только тогда девушка сбежала с процедуры, испугавшись боли. Сейчас же участница Дома-2 с ее собственных слов повезло попасть в руки к профессионалу. Результатом Александра осталась довольна, но испытать боль Александре все же пришлось. Во время процедуры Черно даже плакала. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Розалия Райсон занята своей внешностью и интересуется, какую пару можно убрать из рядов спасателей. Тем временем в сети обсуждают идею Андрея Шабарина провести свадьбу в цирке. Ведь клоунов и так хватает. Интересная новость с сайта шлок. Татьяну Владимировну Африкантову госпитализировали в урологическое отделение, где она сейчас проходит обследование. Мама Марины Африкантовой так радовалась, что наконец-то вернется в эфиры телепроекта Дом-2, но не сложилось. Коротким оказался визит Татьяны Африкантовой на поляну Дома-2. А она так стремилась поделиться своим богатым опытом и пота же с молодежью и с матерью всех рапунцелей. Эх, не получилось у Африкантовой-старшей насладиться троллингом обитателей Звездного дома и встречи с ведущей Ксенией Бородиной, которая очень на нее злится и обижается. Все, что успела на съемочной площадке эпатажная представительница старшего поколения, это сплясать с Иосифом Аганесяном во флешмобе песни Бузовой «Вот она я», да довести своими выходками Татьяну Рапунцель до требования убрать из ее комнаты буйную соседку, приставшую к ней с непристойными предложениями. Ах да, еще будет сценка с угощением от Романа Капаклы. Уж не селедка ли с картошкой? И покупным холодцом от зятя стали причиной болезни Африкантовой-старшей. Сама она считает, что ее сглазили. Возможно ли такое? Пишите комментарии. Анастасия Болинская старательно демонстрирует, насколько ей наплевать на Алексея Кудряшова. Впрочем, это получается у нее крайне плохо. Девушка только делает вид, что хочет построить новые отношения. А в действительности использует ухажеров, чтобы позлить бывшего. Болинская перегнула палку и уже поплатилась за это. У Евгения Коваленко, долго терпевшего, выкрутасы избранницы сдали нервы. И неудивительно, решив продемонстрировать, насколько она страстная и роковая особа, Настя попыталась соблазнить парня. Правда, выбрала для этого странный способ. Девушка решила кидаться в Женю орешками, вот только сам парень в долгу не остался. Прямо на голову, взгромоздившейся на стол Анастасии, Женя высыпал целую банку орехов. И хотя Настя продолжила смеяться, было понятно, насколько она задета. У Ольги Рапунцель немало поводов завидовать родной сестре. И хотя сама Ольга все отрицает, многим очевидно. Девушке поперек горла успехи Алены Савкиной в стенах шоу. К примеру, в отличие от старшей родственницы, Савкина пользуется любовью коллектива и ведущих. Кроме того, помимо зарплаты, частенько получает приятные бонусы от руководства. Как оказалось, у Рапунцель есть еще одна причина недолюбливать Алену. И на этот раз речь идет о внешних данных. Во время недавней проверки на полиграфе вскрылось, Оля переживает по поводу своего веса и фигуры. При этом не устает петь дифирамбы сестре, которой удалось быстро восстановиться после родов. Самой Ольге до идеального веса осталось скинуть 4 килограмма. Впрочем, для молодой мамочки это оказалось задачей не из легких. По мнению Рапунцель, все дело в том, что она старшей сестры почти на 10 лет, и ее организм работает уже не так, как раньше. Милена Безбородова в бешенстве от перспективы жить под одной крышей не только с мамой Алексея Безуса, но и с его дочерью и экс-пассией. Вот только самого Лешу это волнует мало. Мужчина убежден, первое знакомство Мии с бабушкой должно состояться именно под камерами. В паре не утихают скандалы, и судя по анонсу будущего эфира, Милена уже успела сцепиться на лобном и с потенциальной свекровью. Впрочем, после громкого заявления девушке до свадьбы вряд ли дойдет. Безбородова вышла из себя после общения с Еленой. Еще недавно женщина готова была поддерживать избранницу сына и даже давала ей советы с высоты прожитых лет и опыта. А вот теперь недовольна, что Милена решает, где и когда ей знакомится с внучкой. Но, как убеждена сама Безбородова, подобные обвинения беспочвенны. С матами и оскорблениями Безбородова покинула лобное место. Девушка заявила, что расстается с бойфрендом и покидает проект. Жить в сумасшедшем доме блондинка оказалась не готова. Вот уже почти как год, как Анна и Ольга Бузовой не общаются. И, вероятно, примирения девушек ждать не стоит. Несмотря на все старания родителей их помирить, и Аня и Оля остаются непреклонны. Отказываются извиняться друг перед другом и даже не разговаривают. И только сейчас начинают проясняться детали конфликта в знаменитой семье Бузовых. Кажется невероятным, но руку к ссоре сестер приложила Костенко. После стычки в Куршавелле, Аня Бузова неожиданно стала закадычной подругой новой жены Дмитрия Тарасова. Причем девушек связывает не только тесное общение, но и отчасти бизнес. Ольга до недавнего не верила в предательство близкого человека. И даже откровения фолловеров, которые якобы видели Аню в компании Костенко, в торговом центре ведущую Дома-2 не убедили. Правда, вряд ли Ольга не поверит своим собственным глазам, когда увидит, что Тарасов подписан и следит за страничкой ее сестры Ани, с которой общается его жена Настя Костенко и вдобавок лайкает каждое фото. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!